Добрый день, уважаемые зрители программы «Россий мир. Люди и страны». Это еще один выездной выпуск нашей программы. Моей собеседницей стала Хеонг Данг, преподаватель русского языка в педагогическом университете Хо Ши Мина. Добрый день. Добрый день. Расскажите, сколько лет вы уже преподаете русский язык и кому вы преподаете русский язык? Я уже два года преподаю русский язык, конечно, преподаю нашим студентам. Вы учили его в России, правильно? Я три года училась в школе во Вьетнаме. И потом один год в Ханойском университете, тоже во Вьетнаме. И девять лет я училась в России. Я уже окончила аспиратуру. Здесь? В каком университете? В Ивановском государственном университете, в Иванове. А почему вы выбрали сделать преподавание русского языка своей профессией? Это может сказать, что судьба. Потому что когда я окончила девятый класс, я решила поступить в спецшколу. Не знаю, я выбрала русский язык. Ну, можно, потому что раньше я хотела стать офицером, военным офицером. И, конечно, использовать русский язык в то же время. Это обязательно. То есть, для того, чтобы стать офицером во Вьетнамской армии, обязательно знать русский язык? Да. И сейчас тоже? И сейчас наши студенты, юнкеры, они имеют больше вариантов. Может быть, и английский язык, и русский. Но, конечно, русский язык и сейчас еще используют. Правильно ли я понимаю, что русский язык выбирает изучать те студенты, которые планируют военную карьеру? Может быть, да. А кто еще выбирает учить русский язык? Какая мотивация у тех молодых людей, которые серьезно, основательно изучают русский язык? Это работа, учеба или просто любовь к русскому языку? Что это? Какие мотивы? Я думаю, что причины разные. Первая причина, когда, конечно, молодые люди хотят стать гидом. Потому что сейчас русские приезжают во Вьетнам, чтобы отдыхать много. Например, в городе Ньячан, наверное, вы уже слышите, да? В городе Унтау. И там много русских туристов. И стать гидом – это тоже хороший выбор профессии. Иначе наши студенты выбирают русский язык, потому что они еще хотят работать в российских компаниях. А много российских компаний находятся в Вьетнаме? Может быть, это турагентство. Да, может быть, это… Ну, честно, я не очень владею, в этом не очень разбираюсь, но… Да, во Вьетнаме сейчас тоже есть российские компании. Ну, конечно, не только туристические, но и экономические. Как… Сколько лет нужно учить русский язык для того, чтобы обычный вьетнамский юноша или девушка его освоили в достаточной степени? Вот вы учили сколько? 9 лет, да? А сколько преподается русский язык в Вьетнаме и достаточно ли это? Так, я говорю о своем, о нашем университете. На факультете русского языка студенты изучают всего 5 лет. 5 лет, да. И я думаю, что владеть или не владеть русским языком, это еще зависит от каждого. Есть наши студенты, которые после первого курса уже можно сказать, что хорошо говорю по-русски. Ну, конечно, есть студенты, которые не очень хорошо. Для меня достаточно после 5 лет уже можно владеть русским языком на уровне B2. Ага, или C1, это еще зависит от каждого. Скажите, для вьетнамцев самое сложное в изучении русского языка – это что? Наверное, это, во-первых, это грамматика. Грамматика. Да. И во-вторых, это фонетика. Ну, вот конкретные вещи особенно. Например, грамматика. Все говорят, что русская грамматика очень сложная, потому что есть 6 падежей, да, 3 рода, и есть единственное и множественное число. Да? Во-вьетнамском ничего этого нет. Совсем нет, потому что наш язык, слово не изменяется. Изолирующий. То есть, каждая фонема – это определенный смысл. Да. Например, у вас есть в университете, и мы говорим, что в университете, а у нас слово отдельное. Вот так. Мама – значит мама, папа – значит папа. Я… так и так. А словообразование у вас сложением идет? Слог плюс слог плюс слог, да? Да, да. Нету изменений самого слова? Например, в русском языке глагон в прошедшем времени нужно по-другому изменяться, и в будущем по-другому спрягаться, да? Да. Да. В вьетнамском языке просто добавить еще слово. Слово обозначает это прошедшее время, и слово обозначает это как будущее время. Ну, для нас, например, тоновые языки, они просто кажутся слишком сложными, потому что сколько у вас тонов во вьетнамском языке? Шесть. Шесть. В китайском четыре, у вас шесть. Но для нас это вообще нереально. Ну, зато у вас есть ударение, да? Ударение в русском языке так ужасное, потому что ударение так подвижное. Ну, как я уже сказала, уроки, уроки, это разные вещи. У нас в каждом слове есть тон, но это обозначает различие от других слов. Например, ба, это бабушка, ба, это, может быть, тетя. Так, это разница. Я думаю, что никто из зрителей не услышал разницы. Да, может быть. Ну, если вы изучаете вьетнамский язык, это уже совсем не проблема. Скажите, что вы используете для того, чтобы изучать современный русский язык, современную речь, то, как говорят молодежь, то, как русский язык звучит сегодня. Например, вы смотрите российские каналы или, может быть, ролики на ютюбе или еще. Как вы вот ваши знания базовые применяете к современности, адаптируете к современности? Во-первых, мы используем новые книги, издательство «Русский язык курсы» или «Златус». Во-вторых, мы используем те материалы из интернета, например, новости из Первого канала. Мы используем мультифильмы, русские песни, современные и классические песни. Кроме того, мы часто используем учебные пособия, в которых есть диски. И так мы смотрим некоторые фрагменты какого-то фильма. Может быть, это классическое, может быть, это современное. Скажите, можно ли сказать, что русский язык испытывает большую конкуренцию с английскими и, может быть, даже где-то проигрывает, сдает свои позиции? Ну, я считаю, что это сейчас такая проблема и есть. Да, конечно, сейчас английский язык – это уже международный, и каждый человек должен владеть этим языком. Я говорю о Вьетнаме. Ну, наверное, у вас кроме английского и другие языки конкурируют с русским языком. Как китайский, наверное, тоже важно? Китайский, японский и корейский. Потому что молодежь очень любит корейские фильмы. Они хотят изучать корейский язык. И во Вьетнаме сейчас есть такая ситуация. Японские компании во Вьетнаме сейчас день за днем развиваются. И, конечно, количество людей, которые хотят владеть японским языком, тоже побольше и побольше. Русский язык, конечно, честно говорю, что сейчас уже потерял первое место во Вьетнаме после распада Советского Союза. Во время Советского Союза русский язык во Вьетнаме – это как первый язык после родного. А сейчас уже второй. Ну, это факультатив. Нет. Сейчас доминирует английский язык. Да. А на втором месте какой? На втором месте это… Корейский, японский. Корейский, японский, китайский. Китайский. Потому что сейчас… А русский на каком месте примерно? На третьем. На третьем. Да. Количество студентов, которые хотят изучать русский язык, сейчас, конечно, ниже, чем количество студентов, которые хотят изучать японский, китайский и корейский. Вы упомянули, что интерес к русскому языку упал после 91-го года. Да. А как относились вообще к Советскому Союзу у вас в стране? И как сейчас относятся к России? Так, это сложный вопрос. Так, это еще зависит от политики. От политики. Да, Вьетнам – это социалистическая республика, Вьетнам, да. И раньше, во время Советского Союза, все считали, что Россия – это старший брат. Ну, конечно, в то время вьетнамцы хотели изучать тонко русский язык. Это честно говорю. Да, но после распада Советского Союза, и как сократилось, да, связи между Россией и Вьетнамом, между Россией и Вьетнамом. Это продолжается, я не знаю точное время, но, может быть, десятки годов. И сейчас, хотя Россия и Вьетнам уже расширяют связи, политические связи, экономические связи, но все равно русский язык сейчас не популярный, как и раньше, к сожалению. Скажите, какие новости о России доходят до Вьетнама? Какие вообще новости иногда обсуждаются? Или новости из России до Вьетнама не доходят? О, это еще сложнейший вопрос. Ну, вот вы наверняка можете вспомнить за последний год, какие новости о России вы слышали? В телевидении, в газетах, может быть, читали, в интернете. Сейчас почти в интернете я читаю, как новости о России, как Россия, Америка и борьба... За господство, да, за Сирию. Да. То есть, вот такие глобальные новости, да, то есть, там, Россия сделала что-то там в Сирии, в Европе. То есть, а новости изнутри России не доходят до Вьетнама уже, да, это уже никому не интересно? Нет, насколько я знаю, нету. Нет. А вы помните какой-нибудь случай, чтобы вьетнамцы что-то обсуждали о России за последний год? Честно говоря, сейчас я не помню. Не помню. То есть, вы не можете вспомнить вообще никакого новостного события, которое бы оставило заметный след, чтобы люди обсуждали, чтобы им было интересно? Ну, извините, вообще я не интересуюсь с политикой, поэтому я очень радуюсь. Ну, может быть, не обязательно политикой, может быть, это Олимпиаду в Сочи обсуждали, а может быть, Кубок Федерации по футболу или Вьетнаме футбол, мне интересно. Мне не интересуюсь. Может быть, какие-то культурные события, форум молодежи студентов в Сочи. Я часто обращаю внимание только на учебу, так, в фонд русский мир, как наши студенты учатся в России, и какие новые книги из России до нас доведут. Кстати, вы читаете современную российскую литературу каких-нибудь российских писателей XX века? Я интересуюсь русской классической литературой. Я тоже читаю русскую литературу XX века, но современная проза или поэзия я... Нет, не знакома? Нет, не знакома. А из литературы XX века кто вам больше всего нравится? Если говорю, у нас сейчас тоже есть такой предмет, это русская литература. И мы часто преподаем, конечно, литературу XIX века и XX века. Самые известные писатели и поэты, это, конечно, Пушкин, во-первых, это Достоевский, Тонстой, Чехов, и это Максим Горкин, Есенин, Шролохов, Мунин, Мария Цветаева, Анна Ахматова и так далее. Ну, я бы сказал, что многие россияне сказали бы вам, что советская фантастика 50-х, 60-х, 70-х годов, это тоже тот пласт литературы, который стоило бы познакомиться с ним, изучить, потому что это считается одной из лучших. Вот именно фантастика космическая, о будущих достижениях человечества, там те же братья Стругацкие, которые много писали, Кирбулычев и другие. Нет, этого не касается. А ваши студенты, когда они уже достаточно знают хорошо русский язык, они используют социальные сети, может быть, для того, чтобы знакомиться и общаться с россиянами, чтобы, может быть, переписываться, как-то дружить, узнавать что-то? Или вы не знаете о чем? Я об этом не знаю, честно говоря, не знаю, потому что это, считаю, что это уже как личная жизнь. Есть студенты, которые не просто по интернету общаются с русскими. И они, конечно, сейчас в Вьетнаме тоже есть русские люди, они сразу, как лицом к лицу, да? Да, они общаются. Есть такие. То есть используют возможности встретить, встречая русских во Вьетнаме, то есть любую возможность пообщаться. Интересно. Но было бы интересно, конечно, узнать о том, как современные технологии, социальные сети помогают или не помогают, или способствуют изучению, общению. Вот вы используете вообще какие-нибудь социальные сети для общения? Лично вы? Я использую ВКонтакте. В ВКонтакте, вы используете ВКонтакте? Да, в Фейсбуке тоже. В Фейсбуке я часто общаюсь с моим бывшим деканом. С научным руководителем, конечно, бывшим. Я часто пишу письмо. А ВКонтакте вы для чего используете, для того, чтобы общаться с российскими пользователями ВКонтакте? Я часто ищу материалы, как учебники. И русские на этом сайте очень много подделяются. И поэтому я использую. Так. Вы стали победительницей конкурса Фонда «Русский мир», литературного конкурса. Да. Расскажите немножко, Вра, какую работу вы отправили? Это тоже неожиданное, неожиданное счастье. Когда я участвовала в конкурсе «Всемирный Пушкин», я писала статью. Так, сейчас помню. Речевая характеристика Емельяна Пугачева в романе Пушкина «Капитанская дочка». Я писала, и меня интересовала именно речь Пугачева. Пугачев – это как разбойник. Да. Но как Пушкин изображал этого героя в своем романе? Вот так я проанализировала. И эта работа была признана достойной того, чтобы вы стали победительницей конкурса. Вам сложно было писать? Или это вам дается так, поскольку вам Пушкин интересен, это просто вот… Нет, мне тоже сложно, потому что если тонко анализировать произведение Пушкина, это уже как литература. А если речь героя, это уже связано с ливистикой, и моя работа – это смешанный тип. Так мне сложно, потому что сначала мне надо собрать материалы, надо выбрать, какие слова, какие предложения Пугачева, какое отношение между ним с Гриньовым, между Пугачевым с Машей. Вот так. Ну, вы провели фактически полноценную научную работу. Да. Ну, будем завершать нашу беседу. Мы вам все, конечно, благодарны за то, что вы популяризируете русский язык, преподаете его, хорошо его освоили, хорошо его владеете. На том уровне, чтобы анализировать произведение Пушкина. Спасибо. Делать и филологический, и литературный анализ произведения. Думаю, что это очень высокий уровень. Огромное вам спасибо, было интересно. Будем общаться, использовать данные сети. Хорошо. И вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.